Вопрос Галчанова-милицайского карьера повис в воздухе. Жители деревни живут в постоянном ожидании, что к ним придут и объяснят, что будет дальше с их землями и домами. Администрация Фурмановского района предложила жителям встречу с инвестором. Диалог не задался. Раньше администрация, что делать, как мы живем в деревне? Может, с доклемой деревни? Нас никто не терекут это. Напомним, правительство области одобрило инвестпроект о раскопке карьера. По странному и роковому стечению обстоятельств в план вошли и частные земли. Жители свои права решили отстаивать до конца. Их не радует перспектива жить в пустыне. Вот наша граница. Вы здесь копаете. Вы здесь копаете. До сюда через 20 лет даже не будет копаться. Да у меня через 20 лет. Вон дети вырастут. Показания местных властей и инвесторов постоянно меняются. Сейчас они уверяют, что частные земли неприкосновенны, а песок будут добывать на 15 гектарах. Вместо озвученных сначала 100. Земли населенного пункта, вот этого Галчанова, они как были, так ездили, так они будут. Потому что они никуда, да совершенно верно, они никуда не включены, ни в какой подсчет, ничего. И никто не думает, тут ничего работает. Жители не верят, считают, что если хоть один экскаватор выроет горст земли, для деревни начнется обратный отсчет. Входит и эта деревня, в эти изыскания, 100%. Здесь песка очень много. Входит наша деревня, где я сейчас живу, Климни, соседняя, где родина Михаила Дудина. Там еще больше песка. Значит, начинаем с 15 гектар, да, деревню под снос. Эта деревня была еще в прошлые годы, в советское время. Как бы укрупняли, помните, такой был, да, план в советское время. Укрупняли деревни. И эта деревня тоже под снос. Если инвестор еще вступает в дискуссию, оправдания властей и вовсе звучат неубедительно. Представители администрации уверяют, что составители проекта и их в известность не ставили. И все ищут виноватого. Нашу администрацию спросили, вот по таким-то кадастровым номерам, кто хозяин. Мы им спокойно ответили, что да, вот кадастровый номер 40, тот-то у нас собственник. И так далее, и так далее. Все перечислили, для каких целей и зачем это потребовалось департаменту земельного. Многие вопросы жителей остались без ответа. Глава администрации Фурмановского района, к которому и относится большинство претензий, на встречу не явился. Если глава администрации сначала заявляет, что он вообще ничего не знал о том, что происходит в районе, то есть что же это за глава такой, который не знает, что происходит в районе и не знает об этом проекте. Потом он три недели населению обещает приехать и не приезжает. И причем до последнего момента, если на прошлой неделе нас, например, предупредили заранее, что не приедет, то сейчас вот до последнего, чтобы люди собрались. Пока власти, жители Галчанова и инвестор говорят на разных языках. Первые опасаются за свое спокойствие и места. Вторые – за свои земли и деревенский уклад. Третий – за вложенные средства. Дискуссии будут продолжаться. Генплан на стадии согласования в Департаменте сельского хозяйства региона. Без мирного соглашения сторон его не утвердят. Жители Галчанова на мизерные уступки не согласны. Сделать из своей земли карьер добровольно они не дадут. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.